Приветствую вас. Я думаю, что если говорить о проработке, то вам нужно выбрать себе специалиста и начинать с ним общение, начинать с ним консультацию, начинать с ним процесс психотерапии. И так вот в общих вопросах вы себя не проработаете, по крайней мере. Мне вообще не очень нравится слово проработать себя, оно звучит как-то, на самом деле, ну, не нахуй, неприятно звучит. Вот. Я бы начал, на самом деле, вот с того, что вам больно из того, что у вас в семье была какая-то недосказанность. Вообще, мне кажется, система недосказанности, тема какой-то неполноты выражения, неполноты проявления той или иной стороны в контакте, в взаимодействии, да, это вот ключевая история. Вот. То есть, например, не сказать родителям, допустим, что вам больно от того, что там в семье какая-то, ну, не знаю, напряженная атмосфера, например, да, или там, что, ну, ладно, приятно, там, что здесь какая-то натянутся и так далее, да. Вот. Это первое. И, соответственно, признаться, да, прочувствовать это, вот. И, собственно, мне кажется, что в определенный момент вы взвалили на себя такую... ответственность, что ли, за то, чтобы быть такой палочкой-выручалочкой для своих родителей. Типа, вот они с мамой несчастливые, я буду, как бы, их вот спасать. А вот. А спасать я их уже не хочу. И вы понимаете, что вы изменились, вы это чувствуете, может быть, не очень отчетливо. Вот. Но образ такого спасателя, да, он у вас и у ваших родителей по-прежнему присутствует. И вам от него отказаться страшно, потому что, да, я буду плохой дочерью. И родители, соответственно, тоже не могут и подумать, что... что вы можете быть другой. Поэтому в первую очередь нужно признать, что вы изменились, признать, что вы другая, признать, что... сейчас вы чувствуете и хотите не того же самого, что хотели-хотели, когда жили вместе с родителями, например. Вот. И, как бы, условно говоря, замечать свой какой-то протест против... против недосказанности, против недоговоренности, против некой фальши. Вот. То есть, опять же, признать этот протест и, собственно, увидеть, что вот вы настоящая такая, а не такая вот, не знаю, правильная, удобная и так далее, да? И из этого следует момент, что вам нужна обратная связь, вам нужна обратная, вам хочется отношения. Вот. Понимаете, здесь есть такая только игра. Вместе с тем, что человек существует старым, и будучи социальным существом, любой человек, по крайней мере, психически нормальный, психически здоровый, по крайней мере, не нормальный, а здоровый, отношений хочет. Ну, вот. Как любой хочет семьи и так далее. Ну, может и не хотеть, в принципе. Просто семья, там, понимается, по-разному, по-своему, да? Вот. Но! Важно, когда это происходит, естественно. То есть, в какой-то момент вот у меня... во мне энергии, во мне ресурсов становится так много, что мне хочется их кому-то дать, да? Поделиться. Вот. Тогда я хочу отношения. Это, как бы, немножечко такая вот... эм... такая идеальная немного картинка, но это вот один момент в отношениях. А есть другой момент в отношениях. Когда, например, вы себя зажимали для того, чтобы спасать родителей, помогать им и так далее, вот, когда вы игнорировали какие-то свои желания, игнорировали свои, условно говоря, личные границы, позволяя родителям их нарушать, то есть, причем у вас возникает вина. Вот. И, естественно, в этом случае вам нужно... вам нужны отношения на похвала, на всякая-то обратная связь. Потому что вы чувствуете сами себя неполно. Вот. Но проблема в том, что из такого состояния вы построите только зависимые, несвободные... эм... такие... эээ... в какой-то степени ригидные, репрессивные отношения, где могут быть элементы эээ... контроля, ревности и так далее. Вот. Не факт, что это именно про вас, но... такое быть может. Поэтому мне кажется, что эээ... в контексте именно вашего сообщения, я бы сказал, что... и... и желание... обратной связи от родителей, и желание отношений между мужчиной и женщиной, то есть, по сути, желание, ну, быть женщиной, чувствовать себя женщиной и так далее, вот, связано именно с тем, что какие-то стороны себя вы игнорируете. Это не значит, что вы не хотите отношений, это не значит, что вы не должны хотеть отношений. Но это значит, что вы этого хотите немного больше и... эээ... немного про себя здесь вы говорите. Очень важно это понимать. Поэтому, эээ... на мой взгляд... эээ... на мой взгляд... эээ... вот если... эээ... изобразить три таких ступени, да... Первая ступень – это вы, это ваш собственный внутренний мир, мир ваших чувств, мир ваших переживаний. Эээ... вторая ступень – это взаимодействие с вашими родителями. Эээ... вот, соответственно, размещение всего того... ну, хотя бы... части... эээ... того, что есть в вашем эээ... в... эээ... взаимодействие с ними. И третья ступень – это взаимодействие с эээ... мужчинами. Эээ... сейчас вы отношения с эээ... потенциальными эээ... партнерами воспринимаете как... ээээ... вероятно, компенсацию ээээ... им... именно... ээээ... Ну, не за то, а скорее, просто... компенсацию того... ээээ... ээээ... эээээ... того дефицита, который у вас ээээ... был... ээээ... и есть. Да, потому что, вот, чувство вины. То есть, условно говоря, должны прийти мужчины и избавить вас от чувства вины. вины. Ну, какого-то чувства вины, да? То есть, например, прийти к мужчине и сказать, ну, теперь вот ты со мной, да, теперь ты своим родителям там ничего не должен, к примеру. Вот. И вы, соответственно, получите для себя возможность ну, легально, вот прям такое слово, да, легально высказать родителям нет. Вот. Но проблема, как мне кажется, заключается в том, что по отношению к себе вы все равно будете, знаете как, воспринимать свои собственные чувства как что-то нелегальное. Вот. И смените, вот, к сожалению, да, смените сил на мыло, вот здесь. То есть, смените одну зависимость от одного чувства вины, вот, вот, ну, на другую зависимость, на другое чувство вины, по сути. вот. А вот такая вот история здесь. А вот это, просто хочу вам сказать. Я не думаю, кстати говоря, что вы до конца знаете, какая вы женщина, то есть, ну, я не уверен, что вы знаете до конца, какая именно, какая именно модель женского поведения вам подходит. Вот. И, соответственно, это очень важный, как мне кажется, момент, на который вам имеет смысл обратить свое внимание. В чувстве вины, чувство вины, есть множество других ощущений. Вот. Чувство вины, вообще, это такая, знаете, ну, верхушка Айдерга, не побоюсь этого слова. Вот. Но чувство вины, как бы, скрывает под собой другие чувства. Вот. Это, как правило, злость. Ну, вот, мне кажется, у вас есть злость. Это обиды, которые вас есть на родителей. Вот. Безусловно. И, вместе с тем, это какие-то еще чувства. Это свои желания. Это, может быть, какие-то чувства к родителям. Да? То есть, словно говоря, родители требуют от вас проявления любви, ну, именно, вот, в какой такой своей особой форме. Вот. Важно же, как бы, понимать, что форма любви, она определяется, ну, самим человек по сути дела. Вот. И эта форма, она какая-то ваша. Она именно, ну, ваша, индивидуально. Эта форма. И вам нужно эту форму выбрать, а не родителям. И, соответственно, получается такой, знаете, сворода замкнутый круг, когда вы, ну, чувствуете, что с одной этой стороны, любовь вам проявить к родителям нужно. Вот. А с другой стороны, то, как вы ее проявляете, это, ну, вот, нет, нет ощущений, что это любовь. И я бы сказал, что это абсолютно нормально в данном случае. Вот. Потому что, вот, ситуация такова, что это действительно не любовь. Это только как родители хотят, чтобы ее применять. А вы свою любовь, так как именно вы способны ее проявить. Ну, возможно, даже никогда и не проявляли. Вот. И это очень важный, как мне кажется, момент. Вот. Поэтому смотреть на то, как вы хотите проявить любовь к своим родителям, да, в какой форме, в какой периодичности и так далее. Очень важно. А это ведь, в какой-то степени восходит к тому, как любовь проявляете к себе вы сами. Если вы склонны не замечать то, что происходит с вами, если вы склонны не замечать какие-то свои чувства, например, то естественно, вполне естественно, что будете вы испытывать сложности, когда нужно будет проявить, ну, любовь по отношению к, например, своим родителям. Вот. Поэтому здесь я бы сказал, что в какой-то степени все взаимосвязано. Уж я не знаю, к сожалению ли или к счастью ли, на мой взгляд, к счастью, потому что если бы любовь к человеку, ну, другому определялось бы желаниями этого самого человека, то, на мой взгляд, ну, вряд ли мы могли бы далеко куда-то уехать. А так мы можем говорить, в принципе, о том, что вы можете сами определять, как вам любить тех, кто вам долго. Вот. Конечно, этому нужно учиться. То есть это вот не так, к сожалению, что вот взяли, решили, если вы жили таким, ну, если вы жили определенным способом. Продолжительное время достаточно, вот, то сразу отказаться от своего поведения вам будет нелегко и страшно. Вот. И, вероятно, потребуется некоторая поддержка, вот, для чего ей нужен психолог. Вот. Ну и немаловажным, пожалуй, моментом является то, что вам понадобится несколько деидеализировать своих родителей. То есть, вот, несмотря на то, что вы про них говорите, да, несмотря на то, что вы о них говорите, на мой взгляд, вы все же их идеализируете. То есть, вы, там, боитесь их обидеть тогда. Вот. Тут хотелось бы, конечно, вас спросить, а что значит обидеть? Ведь обидеть, это значит, по сути, не оправдать ожидания их. Но... не оправдывать ожидания других людей и близких людей. Это нормально. если вы этого стремитесь избежать, если вы стремитесь избежать того, чтобы обидеть, то я бы сказал, что вы не свободны. Вот. Потому что обида на вас подразумевает разочарование человека. А разочарование означает столкновение с реальностью. для человека. И если вы не хотите или боитесь сталкивать других людей с реальностью, то вам сложно будет избавиться от чувствований. А самое главное, сложно будет проявлять свою любовь. Потому что места для этого попросту не будет. будет только ожидания этих самых людей. И все. По факту. Вот. Поэтому очень важно сталкивать людей с определенными разочарованиями. Вот. не делать только смыслом жизни своей. Вот. А все-таки относиться к этому бережно. Вот. Но если вы чего-то не хотите, если вы чувствуете, что вы не хотите, то ничего дурного. Дело в том, что человек разочаровывается. Нет. Напротив, это поможет ему стать более свободным и более независимым. Вот. А значит и поможет ему, ну, как бы, вырастить. Вот. И это, в общем-то, проявление в какой-то степени любви. Это проявление в какой-то степени зрелой любви. Вот. Понимаете? Вот. Вот как-то так. Какая-то такая история. Вот. И это очень важно увидеть. Очень важно увидеть эти моменты. Вот. Надеюсь, я смог ответить на вам на вопрос, который задаёт. То есть обида, обида вот, ну, ваших родителей. Это попытка их, я имею ввиду, родителей, вернуть вас в привычное для них состояние. То есть это попытка ваших родителей не позволить вам проявить себя, но остаться в привычных для себя взаимодействиях. Вот. Ну, может быть, родители, родители могут бояться. Да, родители могут бояться. Ну, вообще, даже, не родители даже, а вот, ну, вообще, люди могут бояться. Когда отношения выстраиваются не так, как вот, ну, не так, как хочется. Так? Это страшно. И непривычно. Порой. И они будут делать всё. Эти люди, не только ваши родители, они будут делать всё, и должны вас сохранить. Чтобы сохранить свой привычный документ. Вот это единственное, что они могут, единственное, что они имеют. Но по факту, по факту, когда люди начинают позволять себе любить друг друга свободно, появляются гораздо больше ресурсов. Вот. Гораздо больше ресурсов, гораздо больше энергии. И гораздо больше свободы, и гораздо больше лёгкости появляются. В этих аспектах. Вот. Но это требует определённой работы и определённого пути. Чтобы, ну, как-то вот до этого дойти. И чтобы как-то к этому прийти, если бы тоже. Вот. Как-то, как-то так. Такая какая-то история. История. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Вот. И желаю вам, собственно, найти своего психолога, с которым вы поработаете и решите свои трудности. Продолжение следует...